Задержан подозреваемый в изнасиловании 17-летней девушки. Им оказался 34-летний житель Самары. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Пострадавшая описала полицейским, как выглядел насильник. Фоторобот был разослан всем оперативным службам. И в том числе поэтому подозреваемого задержали так быстро. Его уже допросили. Подробностей пока не разглашают. Известно только, что уже завтра Следственный комитет планирует выходить в суд с ходатайством о его аресте. Проведено несколько экспертиз, в принципе, под заключением которых мы уже получили достаточные данные, чтобы задержать и установить лицо, причастное к совершению преступления. Установлено уже, что он был ранее судим, но был судим в 90-х годах. Судимость у него погашена, поэтому юридически он считается несудимым. Преступление было совершено 9 октября. Здесь, на территории заброшенного онкоцентра, преступник ударил девушку тупым предметом и изнасиловал. Это место давно вызывает опасения у жителей. Заброшенное здание давно приобрело дурную славу. Здесь нет освещения и охраны, хотя рядом расположены три детских сада и школа. У нас милиционер ходил по нашим квартирам. Что вы слышали, вы видели? В 4 часа дня, что ли, днем? Это вообще кошмар какой-то. Ну вот там кусты действительно, там страшно, ни света, ничего. Я слышала, это было в дневное время. Но если такие вещи, конечно, могут происходить через белый дня, можно сказать, да. Никто не застрахован. Конечно, страшно за ребенка переживают. Поймали, это замечательно. Это точно он, да? Ну хорошо, мы рады. Активным жителям удалось добиться, чтобы здесь построили поликлинику. Но пока работы не начались. Я считаю, что да, поликлиника нам нужна, потому что у нас в нашем районе очень неудобная поликлиника. Разбросаны все эти самые врачи. Бог знает где. И очень неудобно. А когда детская поликлиника будет в куче, она будет намного лучше для жителей. Я считаю, что это правильно. Телеканал «Самара ГИС» будет внимательно следить за ходом дела и сообщать нашим телезрителям. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.